Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами, галупом по Европам, пробежимся по тестостерону, по экзогенному тестостерону, а точнее по всем видам анаболических стероидов. Конечно, вначале обсудим экзоген и тестостерон чистый, а потом будем обсуждать все вот эти вот производные таблеточки, нетаблеточки и прочие пероральные средства. Ну, для чего это надо? Действительно, многим людям, соответственно, сложно определиться, вникнуть, чем один препарат тестостерона отличается от другого, соответственно, огромная куча путаниц с терминами, с названиями у новичков и так далее. Поэтому, что я решил сделать? Я не хочу и не буду еще раз повторять ту информацию, которую я описывал. Внимание, есть отдельное видео на каждый препарат. И там я описал, какие анализы нужно сдавать. Я описал все побочные эффекты, которые, соответственно, там присущи каждому из препаратов. Но сегодняшний выпуск, он будет особенным. Что-то я дополню, что я не говорил. В частности, мы поговорим о балденоне и гиперэлитроцитозе, хотя у меня был прям отдельный про этот выпуск, но это мы проговорим. То есть, какие-то моменты я дополню. А какие-то моменты я не буду озвучивать. Наиболее базовые, наоборот, банальные, которые непосредственно, когда вы определились с препаратом, допустим, вы определились с препаратом. Вы решили использовать, к примеру, для набора мышечной массы нандролонда канат. Вы все равно должны перейти в мое видео, где я снимал про нандролонда канат и посмотреть про все его побочки. Что задержка натрия, возможный рост пролактина и стадиола, к примеру. Вы это узнали, вы это учли, вы с этим работаете. А, соответственно, в этом видео мы с вами проговорим про базовые анаболические стероиды. И, ну, я думаю, что наиболее интересным будет еще и сравнить их. Да, проведем некое сравнение между собой. Мы рассмотрим тот же и метан, и турик так называемый. Да, вот. И чем они хороши и плохи были. Может быть, немножко ударимся с вами в историю. Ну, так чуток совсем. По крайней мере, поговорим, какие функции для чего синтезировали каждый препарат. Вот. И самое главное, мы поймем, кому и что надо есть, и для чего. Потому что, ну, многие люди, вот только сегодня ко мне приходят пациенты, говорят, как вы относитесь, соответственно, там, к Оксану Дралону. Я говорю, ну, Оксану Дралон, как бы, ну, препарат анаболический стероид. То есть, непонятно, что человек имеет в виду. Потому что у каждого есть, и пациенту я это объяснял, у каждого препарата есть определенные функции. Они не хорошие, не плохие. Они созданы для решения тех или иных задач. И вы должны это учитывать. Таким образом, например, можно провести параллель. Мы с вами пошли делать, вот как я недавно там делаю ремонт. Да, представим, мы с вами делаем ремонт. И вот я у вас беру на ваших глазах молоток и топор и говорю, вот как вы относитесь там к молотку или топору? Что из этого лучше? Ваш логический вопрос будет ко мне, а что я с этими инструментами вообще собрался делать? Для чего я их взял в руки сейчас? Возможно, нам вообще надо стену красить, и мне не нужен ни молоток, ни топор. Поэтому и так же с анаболическими стероидами, когда очень часто задают вопросы, говорят, а как вы относитесь к этому препарату, а как вы относитесь к тому препарату? Я всегда говорю, что, ну, как бы непонятно, смотря какие цели. Во-первых, надо учитывать цели пациента, зачем он обратился за гормонозаместительной терапией. Это для каких-то великих спортивных свершений, или это какие-то, может быть, есть у нас реальные, да, медицинские показания к тому, чтобы человек проводил гормонозаместительную терапию. И так далее. Мы собираем весь анамнез, включающий анализы пациента, образ жизни пациента. Вот. И уже исходя из этого, можем что-то советовать. Но просто говорить о том, что тот или иной препарат плохой, сложно. За исключением препаратов старых, таких, как, ну, наверное, тот же метан, который все любят, студенты и так далее. Опять же, нельзя сказать, что он очень плохой, но иногда мы видим у препаратов больше негативных влияний, чем позитивных. И мы можем сказать, что есть более современные препараты, которые мы можем получить, там, плюс-минус, да, тот же эффект, но с меньшими, допустим, потерями в качестве лечения печени. Потому что тот же метан, да, если мы объективно здравые люди, если мы обсуждаем здраво, то, естественно, мы видим всегда изменения при длительном употреблении, длительном, это свыше одного месяца особенно, но иногда и короче, видим изменения в чем? В показателях печени, да. И, естественно, естественно, мы начинаем лечить печень. И выходит, что человек, многие студенты такие, они, ага, ну, дешевый анаболический стероид, сейчас буду использовать метан, наберу там 10 тысяч миллионов килограммов, буду суперкрутым бодибилдером. Суперкрутыми бодибилдерами становятся единицы, но практически все поголовно ходят с прыщами, практически все поголовно, соответственно, подубивают серьезно так печень. У кого-то саморегуляция и, так скажем, способность к восстановлению еще достаточно высокая из-за водорослей или генетических особенностей. А кто-то отправляется, соответственно, с медикаментозным гепатозом полежать в больничку. Поэтому такими делами лучше самостоятельно не заниматься, особенно если вы не знаете анализы. И про анализы мы тоже сегодня будем говорить, я это озвучу, какие, что, кому, как сдавать. И кому-то, может быть, даже и можно поиграться с собственной печенью, пойти на риск, потому что у него все прекрасно. А для кого-то подобные риски будут крайне критичными, потому что он увидит в анализах изменения печени. Вдруг у вас уже синдром Жюльбера или у вас липоматозные какие-нибудь включения в печени. Мы не знаем, что там может быть. Поэтому даже когда мы увидели первое изменение в виде, допустим, изменений в общем билирубине, в гамма-ГТ, в АЛАТ, АСАТ изменения, это еще ни о чем не говорит, мы должны понять. Одно дело, вы проели метан, а если вы это сдали, еще метан даже не ели, то мы, конечно, должны понять, откуда эти изменения в печени, и уже в этом случае точно не использовать препараты, которые могут как-то токсически повлиять на вас. Поэтому вот этот момент надо учитывать. И сейчас мы будем коротко, наверное, пройдемся по наиболее популярным эмболическим препаратам, если я какие-то не озвучу, напишите мне, пожалуйста, внизу комментарии, о каком эмболическом препарате еще подобный выпуск вы хотели бы услышать. Также пишите в комментариях, не стесняйтесь, соответственно, говорить мне, какие выпуски вы бы хотели еще слышать, о каких заболеваниях хотели бы поговорить. Но будьте внимательны, дорогие друзья, потому что очень часто вы, допустим, пишете, «А вот туринабол, там с ним вот так или сяк?» А я говорю, а есть отдельный выпуск про туринабол, где все, соответственно, описано. Есть там только недавний комментарий у меня, типа, снижает ли туринабол либидо или реактивную функцию? Мы знаем, что любой анаболический стероид, это тестерон, соответственно, и форма какая-либо тестерона, введенная экзогенно, пускай эти формулы изменяются в зависимости от препарата. Ну, естественно, там молекулярный состав болденона, туринабола, и там тестерон и антата, они же разные. Но тем не менее мы знаем, что всегда опускается ЛГФСГ. И раз опускается ЛГФСГ, мы видим, что опускается тестерон. И говорить о том, что, а влияет ли, соответственно, там туринабола или какой-то другой анаболический стероид на либидо или не влияет, дорогие друзья, не влияют все. Просто после отмены, естественно, на курсе тестерона, если у вас не вырос пролактин, эстрадиол, прогестерон, ну, прогестерон вообще редко растет, конечно, на курсе, но у нас бывают мутантные люди, мы об этом уже говорили, мутантные гены. Вот. То есть, ну, вырос там, допустим, эстрадиол по классике с пролактином, такое бывает. Там еще, допустим, на дролонде-канал человек использует, к примеру. Вот. Но, однако, однако, соответственно, что нам нужно учитывать? Что, если человек не использует даже или перешел с на дролонде-канал, использует туринабол и уже не ждет этих побочек сейчас, ему кто-то в комментариях ответил, мне вот больше не нравятся эти советы в комментариях. А, бери препарат, препарат классный, блин, там, зуб даю, сам использовал, ничего не было. Не было когда у вас на курсе, а после курса, как обстояли дела, вы смотрели ваши анализы. И оценка либидо, да, один пациент там в комментариях говорит другому пациенту в комментариях, ну, там, или не пациент, я не знаю, там, подписчик, да. Значит, у меня не было изменений по либидо. А как вы оцениваете вашу либидо? Вопрос. Вы же это в комментариях не описали. На самом деле оценка мужского и женского либидо – это очень субъективная вещь. Об этом можно еще целое видео отдельное снять. И вы не всегда сами способны оценить ваши либидо. Ирективную функцию, да, безусловно, здесь проще отследить. А вот либидо – нет. Это посложнее все делается. Вот. И, как правило, должно все-таки оценка проводиться не только эндокринологами, но и врачами-сексологами. Но, конечно, какую-то вещь объективную может человек провести параллельно до-после. И вот эта оценка, как правило, она будет коррелироваться именно после употребления анаболических стероидов. Я повторюсь, все анаболические стероиды обладают путем снижения ЛГФСГ и тестостерона после их приема. Поэтому все требуют, как минимум, какой-то послекурсовой терапии. Просто у одного человека после курсовой терапии будет включать в себя от лечения гиперхолестерина мини до лечения гепатоза. А у другого человека это будет исключительно лечение вторичного гипогонадодизма, соответственно, который наступил в результате приема медикаментозных препаратов. Такой вот медикаментозный вторичный гипогонадодизм. Если вы не знаете, что такое гипогонадодизм, гипогонадодизм именно тот диагноз, по сути, который мы должны вам поставить в период ПКТ, это то, что мы лечим после курсовой терапии. Вот. Если вы мне не доверяете, и кто-то говорит, а почему другие врачи на своих каналах об этом не говорили, что это там вторичный гипогонадодизм. Дорогие друзья, я не знаю, возможно, у них просто нет времени обо всем рассказать, снять все видео. Есть учебник, академический учебник, принятый Минздравом, я его прочитал и озвучил, часть озвучила нейронная сеть, пишите, кому больше нравится, я или нейронная сеть, когда озвучивают учебники. Но, тем не менее, я прям взял учебник и прям вот не просто ссылка на него, что вы его можете скачать, прочитать, вы его можете прям послушать на моем канале от и до. Если не верить академическим учебникам, я не знаю, верить чему. Также сегодня мы будем стараться какие-то более официальные источники читать о препаратах, какие-то фишки, мелкие замечания сделать, которые не вошли в основные выпуски. В учебниках сейчас посмотрю, будем на учебниках читать. То есть, я к чему? Не я придумываю эту информацию, это придумывают. Либо, соответственно, ученые, которые занимаются где-нибудь, провели огромное количество исследований. Мы эти исследования проверили, как проверяет ПАПМЕД исследования, это Американская Ассоциация Здравоохранения. Это все очень серьезно, можете почитать. В общем, в России тоже не дураки сидят на самом деле. Все это тоже проверяется, если мы берем российский академический учебник. И я просто транслирую ту информацию, которую мне когда-то давали, когда я учился, или какую-то новую информацию, которую я нахожу в проверенных источниках, дорогие друзья. Поэтому здесь не может каких-то быть, по сути, вторичных мнений. Все уже давно изучено. Препараты все относительно нашего с вами возраста, по крайней мере, тех зрителей, которые меня смотрят, это все-таки старые препараты, они все старше нас. И базовая информация, чего бояться на их приеме, мы знаем. И чего делать при их приеме, мы тоже знаем. И говорить в первую очередь, основная проблема новичка, это переоценка собственных знаний, собственной убежденности, что у меня друг так делал, он набрал 10 килограмм мышечной массы, и у него там не было каких-то проблем ни с гинекомастией, ни с сахаром, ни с холестерином, на холестерин вообще не сдавал, сказал, не надо. И у меня никаких проблем из-за этого не было. Организмы у всех разные, мы действительно можем встретить человека, мы даже встречаем героиновых наркоманов, которые сохраняют при своем образе жизни довольно-таки неплохое здоровье. Но мы не можем дать гарантии, что мы возьмем других людей, и они не умрут даже от нескольких там дозировок такого героина. Почему? Потому что у всех организм разный. И что один человек какую-то нагрузку может как психологическую, так и физиологическую перенести достаточно хорошо для другого, эта нагрузка, в том числе и медикаментозная, о которой мы с вами сегодня будем говорить, она может быть критичной. Именно поэтому я всегда пишу в комментариях изучать анамнез, то есть мы должны знать и образ жизни пациента, и задачи, которые перед собой ставят пациенты, и, конечно же, анализы, которые мы получили от пациента. Вот. И получается второе, мы должны учитывать, какие изменения в эти анализы внесут наши препараты, которые мы собрались применять. И для чего? Когда мы не понимаем, для чего мы используем те или иные препараты, мы, как минимум, не получим заданный эффект. Потому что то, что на вашего друга действовало одним образом, на вас может подействовать совершенно другим образом, потому что у вас разные заболевания и, так называемый, разный анамнез. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну что ж, мы переходим к чтению о препаратах. Я ухожу за кадр, дорогие друзья. Стругайте огурчики, заваривайте протеинчик, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, начнем читать, соответственно, с тестостерона и немножко разбирать, что же это все значит. Также я вам напомню, что все анаболические препараты на основе тестостерона имеют некие общие свойства, ну, как, например, снижение ЛГФСГ. Поэтому, соответственно, надо об этом помнить, что это такие общие, многие местами общие препараты. Поэтому в каком-то смысле, допустим, что-то мы можем интерпретировать из этого и на любой другой анаболический стероид. Что конкретно сейчас мы обсудим. Основной андрогенный эффект ответственный за рост и развитие мужских половых органов и поддержание вторичных половых признаков. Эти эффекты включают рост созревания простаты, семенных пузыриков, полового члена и мошонки. Развитие мужского типа, распределение волос, например, на лице, лобке, груди и подмышечных впадинах. Увеличение гортани, утолщение голосовых связок и изменение мускулатуры тела и распределение жира. Андрогены также вызывают задержку азота, натрия, калия и фосфора. И снижение экскреции кальция с мочой. Андрогены увеличивают анаболизм белков и снижают катаболизм белков. Баланс азота улучшается только при достаточном потреблении калорий и белка. И вот это вот текст, который я вам хотел сказать, что так как стероиды, это одна группа, да, андрогенные вещества наши, любимые, вот на эту маленькую строчку большинство людей не обращает внимания, но надо прям обратить внимание и это зафиксировать. Задержка натрия, дорогие друзья, если там не так нам страшна калий, так как все-таки, допустим, большинство пациентов, это все-таки у нас спортсмены, занимающиеся люди, гиперкалиемия там не страшна. Но также у пожилых, или как многие говорят, ой, а я жене калю, пожилым людям кальну, кому-то хочу уколоть из родственников, вот тут мы уже можем бояться, да, и гиперфосфатами, и, соответственно, гиперкалиемии. И на фоне задержки натрия что происходит у нас? Те, кто не помнит, не смотрел предыдущие выпуски, напоминаю, что задержка натрия – это всегда первая причина гипертонии. И, естественно, здесь вот эта строчка, она общая для большинства наших любимых андрогенных средств, да, это препараты одной группы, или если народным языком говорить, можно сказать, что это вот какие-то общие препараты, да, как вам угодно, просто зафиксируйте, что у этих препаратов, анаболических стероидов различных, есть общие действия. И они, в принципе, показаны здесь в одной строчке. Мы всегда, неважно какой препарат, боимся у пациента вызвать первое, да, и помним, что общее действие у стероидов – это гипертония. И это надо учитывать, если вы гипертонический пациент, соответственно, потому что очень тяжело, мои пациенты не дадут соврать, кто с гипертонией, так как я не кардиолог, я только направляю к кардиологу. Очень тяжело люди потом лечатся всю жизнь с этой гипертонией, и стероиды использовать с гипертонией тяжело. Ничего хорошего, в общем, не происходит. Вот, значит... Ну, что тут еще? Экскреция кальция с мочой. Снижение эскреции кальция с мочой. Здесь тоже надо смотреть. По-разному может себя повести Д3, в зависимости от вашего наличия Д3. Повышение, вообще, кальция, так как он снижается, да, его выведение, это не всегда есть гуд, вот. И, соответственно, с другой стороны, может быть, вы его можете и тратить при усиленных, соответственно, тренировках и так далее. И здесь мы на самом деле должны понимать, какой образ жизни ведет пациент, да, изучать анамнез, как я уже постоянно говорю, чтобы понять, страшна ли нам гиперкальцемия, например, да, и, допустим, какой у нас уровень Д3 на данный момент, идет ли у нас реабсорбция кальция необходимыми процессами всеми, какой баланс эстрогенов на данный момент, потому что есть пациенты, у кого снижен, вот, или человек злоупотребляет ингибиторами арматазы, например, той же. Поэтому здесь все, ну, очень и очень закручено, начиная с момента, вообще, когда вам перечислили натрий, калий и фосфор, условно, да, изменение секреции кальция с мочой, мы можем уйти чуть ли не в цикл Крепса, дорогие друзья. И это действительно, с одной стороны, важно, и надо это учитывать, это не какая-то мелочь, это понимание того, как метаболизируются, но все астероиды, как они меняют, как они меняют ваш метаболизм в целом. Поэтому, дорогие друзья, я единственное, что могу вам посоветовать и так далее, это быть более осознанными, когда вы, допустим, на фоне анаболических стероидов решили закинуться еще и дополнительно тем же калием, тем же кальцием, а как это происходит, я пойду куплю комплексные витамины, какие-то пропью, и человек высаживает себе просто что угодно, от почек до, соответственно, опорно-двигательного аппарата, в зависимости от содержания того, что он принимал. Может быть, сердечно-сосудистую систему высадит быстрее, в зависимости, сколько, как долго, много факторов. Но, повторюсь, очень важно вот эту строчку понять и глубоко прочувствовать, так как вы же очень часто используете несколько препаратов, и все это дело усугубляется, усугубляется, как бы наслаивается друг на друга. Вы добавили там, я не знаю, условно, блуденон, сейчас про него поговорим попозже, раз, и тоже, ну, возможно, задержка натрия, ну, возможно, соответственно, то есть, поэтому здесь в большинстве случаев, ну, какие-то вот эти вот базовые моменты с натрием, калием, они всегда имеют место быть, андрогенных, анаболических стероидов, андрогенных препаратов, поэтому это, об этом надо всегда помнить. Вроде мелочь, но если у нас уже человек имеет какие-либо нарушения, может быть, он даже о них и не знает, это может очень быстро высадить ему здоровье. Окей, читаем дальше. Во многих тканях активность тестостерона зависит от восстановления до дегидротестостерона, который связывается с белками рецепторов цитолизи, комплекс стероид-рецептор транспортируется в ядро, где он индуцируется, события транскрипции и клеточных изменений, связанных с действием андрогенов. Ну, здесь, наверное, дорогие друзья, нарушение рецепторов и мутации. Мы еще до этого с вами не дошли. На самом деле у меня есть это во втором учебнике, который мы на данный момент параллельно с вами читаем по эндокринологии. Но мы до этого не дошли. Я думаю, что дойдем не скоро. Если вы захотите, конечно, говорить о мутациях, вы можете написать мне в комментариях, но я думаю, что это просто пока нет смысла об этом говорить. То есть эта строчка на данный момент, ну, она просто гласит о том, что, конечно же, у вас, чтобы работал тестостерон, у вас должна пройти вся вот эта конверция, помните, в которой пресловутая альфа-редуктаза задействована. Но у большинства пациентов она проходит гораздо сильнее даже, чем могла бы быть. Мы боремся с избытками индигидротестостерона у большинства пациентов, поэтому здесь, как правило, каких-то подводных камней нет. Андрогены ответственны за всплеск ростов в подростковом возрасте и за возможность прекращения линейного роста, вызванного слиянием эпифизарных центров роста. У детей экзогенные адрогены ускоряют линейную скорость роста, но могут вызвать непропорциональное ускорение созревания костей. Использование в течение длительного времени может привести к слиянию эпифизарных центров роста и прекращению процесса роста. Это андрогены стимулируют выработку красных кровенец телец за счет увеличения выработки фактора эритропоэтической стимуляции. Ну, значит, про детей там закрываются зоны роста. То есть, если вы своему ребенку решите провести на нем суперэксперименты чудовищные и вколоть ему без назначения, соответственно. А я знал таких, соответственно, людей, кому так сделали. Вот. Чудо-тренера, правда, посоветовали и так далее. 14-летний мальчик принимал амболические стероиды. В результате остался достаточно маленького роста, метр пятьдесят восемь. Вот. Хотя и, конечно, по сравнению с своими сверстниками обладал какой-то чудовищной силой. Конечно, он там превосходил их многократно, стал суперчемпионом по борьбе. Вот. Ну, вот привели его ко мне с такой уже гиперандрогеном. И, соответственно, у него там это все использовалось тайком. Мастея появилась и так далее. В общем, благо, в целом, ущерб вроде как колоссальной здоровью не нанесен. Но зоны роста все закрыты. Это прям стопудов мы делали рентген. Во время экзогенного введения андрогенов высвобождение андрогенов тестостерона подавляется за счет ингибирования литонизирующего гормона по принципу обратной связи. При больших дозах экзогенных андрогенов может также подавляться сперматогенез за счет ингибирования фолликулостимулирующего гормона по принципу обратной связи. «Отсутствует убедительное доказательство эффективности андрогенов при переломах, хирургических вмешательствах и функциональном маточном кровотечении». Ну, соответственно, по поводу маточного кровотечения согласен, что здесь, во-первых, супер какие-то короткие андрогены от кого-то, чтобы что-то увидеть. Вот. А и вообще, короче, тут такое себе с маточными кровотечениями. Вот, соответственно, по поводу переломов и вообще хирургических вмешательств могу сказать, что, да, действительно так. Напрямую, напрямую, соответственно, мы не можем пока доказательно прям сопоставить, что они как-то помогают. Вот. Но если мы, допустим, пациентам направляем уже прям конкретно на реабилитацию, когда для нас важна не период вот после операционной реабилитации, а когда уже у нас идет реабилитация полным ходом, он занимается ЛФК и прочее, мы говорим, что важно нарастить мышечную массу, то тогда, соответственно, конечно, он у нас, такой пациент выздоравливает быстрее. Вот. Потом прокомментирую еще по поводу реабилитации здесь. Ну, увеличение реабсорбции, соответственно, кальция в костях есть, но только заметное такое ощутимое у других препаратов анаболических стероидов, там, допустим, в частности, например, можно даже взять тот же анаполон, который вы можете сами, делая динсиметрию, увидеть, что идет увеличение, ну, не так прям вау, но все равно идет увеличение реабсорбции кальция вот в костях, и как бы мы видим, что с динсиметрией можно отследить эти моменты, но я лично отслеживал. Другой момент, что, ну, как бы, плотность кости увеличивается, но не так, как многие этого ожидают, что прям вау, и там без пяти минут прошел остеопороз. Это очень длительный процесс, вот. И другой момент, что они абсолютно справедливы, указывая строчкой убедительных доказательств эффективности андрогенов при переломах, то есть андрогенов, которые в России зарегистрированы, соответственно, и действительно нет этих убедительных доказательств, потому что вот именно чистые вот эти классические андрогены, которые нам достались, они зарегистрированы и более-менее там как-то разрешены с Советского Союза с тем, что вообще работали в России. У нас, к сожалению, этих данных, что они реабсорцию кальция как-то увеличивали, мы до этого не дошли. То есть, соответственно, только, так скажем, все анаполоны какие-то и прочие, соответственно, балгеноны, ну, вот условно, стали какие-то другие давать эффекты, в том числе там заметные в костях или, допустим, в каких-то других моментах, да, там более выраженное там балгенонное увеличение объема крови, это мы еще обсудим сейчас. В результате недостаточной секреции тестостерона возникает клинический синдром мужского и гипогонадодизм, ну, соответственно, это то, что я вам постоянно говорю, там, мужской гипогонадодизм, вторичный гипогонадодизм, гонадодизм, это то, что вы лечите на ПКТ, который имеет две основные идеологии, первичный гипогонадодизм, вызванный дефектом гонад, таким как синдром Клайн-Фельтера, и аплазия клеток лейдинга, вторичный гипогонадодизм. Ну, вызванный дефектом гонад, это длительные курсы. То есть, когда говорится о первичном гипогонадодизме и снижении самого уровня гонад, это, конечно, длинные курсы, свыше полугода, и тут все справедливо. А вот именно вторичный гипогонадодизм, то есть они имеют в виду, что при употреблении тестостерона как-то получается смесь, ну, я бы сказал, что на коротких курсах все-таки мы больше говорим о вторичном гипогонадодизме, когда у нас просто упал ЛГФСГ, ну, понятно, что мы его начали там тестостерон употреблять, и на его фоне у нас, соответственно, снизилась выработка тестостерона, и условно пострадали, у нас стали хуже работать, и яички, и, соответственно, ЛГФСГ снизилась. Ну, тут важно вот о чем сказать, то есть что пытаюсь я вам донести, то есть в случае с вторичным и первичным гипогонадодизмом, то есть здесь, и почему я не веду все-таки больше разговора о первичном гипогонадодизме, мы прям должны не просто зафиксировать, соответственно, тогда снижение, работая там, выработки тестостерона в яичках и так далее, мы говорим о том, что какие-то структурные, может быть, даже необратимые изменения могут наступить в самих яичках, тогда речь о первичном. А если это обратимые изменения и снижение тестостерона просто на фоне того, что упало ЛГФСГ, тогда это вторичный. Тут все очень, видите, погранично. Погранично. То есть если долго сидеть на курсе, можно и выраженный эффект первичного гипогонадодизма сформировать. Хотя такие условные симптомы, они есть и вторичного, и первичного, здесь как бы действительно смесь, но мы должны понимать, что здесь, если мы проречиваем вторичный, вот эта вот, соответственно, ситуация с гонадами, она у нас уходит, потому что как бы мы восстанавливаем, ну, условно, как вот раньше было модно говорить, восстанавливаем дугу. Вот. Ну, если хотите, называйте это дугой, называть можно как угодно. Вот. Короче, устанавливаем ЛГФСГ, и, как правило, на этом фоне у нас все хорошо. Ну и, пожалуй, очень коротко пробегусь по интересным. Это есть в инструкции. Кому нужно заходить, перепроверяйте в РЛС. Соответственно, сами видите, я работаю по справочнику. Значит, со стороны сердечно-сосудистой системы, гипертонии по бочке у нас, да, из официальной инструкции, ничего не выдумываю. Со стороны кожи волгоризута в месте трансдермального нанесения, это если, соответственно, тестостерон наносился трансдермальным. Со стороны мочеполовой системы, повышение уровня специфического антигена простаты, рост ПСА, да, особенно если вы не уследили за гидрокестероном, это важно. Повышение гематокрита здесь, но, соответственно, опять же, я всем напоминаю, что мы не смотрим гематокрит отдельно от каулограммы. Если у вас нету, соответственно, анализа на каулограмму, то вы никак не можете оценивать гематокрит, и, соответственно, даже если он вырос, он может вырасти не по причине увеличения коагуляции, а за счет увеличения общего объема крови. Это разные состояния, которые будут приводить к росту гематокрита, но лечение, так скажем, этих состояний проводится категорически по-разному. Ну, я во многих видеороликах уже об этом говорил, соответственно, и поэтому, кому интересно, смотрите там про побочки, был денона, был видеоролик и так далее. Значит, далее, что у нас может быть? Периферические отеки, заболевания периферических сосудов, вот, ну, отеки, опять же, и от натрия, и у некоторых людей на повышение тестостерона просто отеки, и вообще при использовании гормонозаместительной терапии, даже если мы не говорим о тестостероне, о гормонии роста, о чем-то еще, у многих людей по разным причинам, но наступают отеки, при этом они могут показывать очень хорошую сухость, ну, соответственно, у кого-то аллергические реакции на масла незначительные, но отечность повышается. В общем-то, причин очень много, и мы что всегда говорим? Мы всегда говорим о том, что, ну, как бы это вот побочки, которые нужно учитывать, смотреть степень выраженности, и иногда гасить просто симптоматически, и тут ничего не поделаешь. Со стороны ЦНС это очень интересно. Эмоциональная лоббильность, изменение обоняния, соответственно, что там еще? Головная боль, депрессия, неврозность, нарушение мышления, беспокойство, боль в теле, озноб, спонтанное сознание, усталость, головокружение, значит, раздражительность, бессонница, агрессивное поведение, чтобы, соответственно, все в кучу свалить, как-то вам объяснить это все, и кому стоит действительно бояться, то, что я перечислил побочные действия со стороны ЦНС, кому не стоит бояться. В общем, смотрите, если у вас есть изменения, во-первых, допустим, центральной нервной системы врожденные, надо 10 раз подумать, прежде чем использовать, соответственно, весь анамнез ваш изучить. Что это может быть? Это может быть от, соответственно, банальной, даже незначительно выраженной, энцефалопатии, и, соответственно, второе, что самое распространенное, это гидроцефалии, допустим, да, и здесь при гидроцефалии баланс постоянно будет жидкости кулять у нас в теле, это может сказываться. Это нарушение, соответственно, вы о них должны знать, если они у вас есть, или проверить, если сомневаетесь, МРТ можно сделать, откатать. Нарушение спинномозгового канала, если есть, и, соответственно, любые нарушения спинномозгового канала, даже если какая-то огромная грыжа решила зайти в гости в спинномозговой канал, очень редко, ну, все-таки такое бывает, наверное, то, соответственно, в общем, нужно думать, нужно миллион раз думать, нужно бороться с жидкостью, безусловно, потому что лишняя задержка жидкости здесь будет ухудшать неврологические все симптомы, вот, и нужно понимать, зачем вы вообще этим занимаетесь с серьезными какими-то неврологическими отклонениями. Если вы не пациент-невролога, то половина из этого вам не стоит бояться, единственное, какой момент, это тоже, тут написано со стороны центральной нервной системы, но я бы сказал, что это со стороны психиатрии может возникнуть, и мы говорим о том, что мы очень часто действительно используем на курсе тестостерона у многих людей легкие какие-то антидепрессанты, по-другому, есть категория пациентов, которые не могут переносить гормон в заместительную терапию, но по каким-то причинам им очень надо, или у них появилось это свойство с возрастом, и они уже длительно находятся на гормонозаместительной терапии, и получается, мы в какой-то период им добавили антидепрессанты. Это не производится, соответственно, подбор антидепрессантов не производится по щелчку пальцев, все-таки мы всегда должны опросить пациента, изучить анамнез, чтобы потом что-то посоветовать. Со стороны кожи акна, раздражение кожи, контактный дерматит, зуд, кожная сыпь, соответственно, и так далее. Это, в общем-то, огромный спектр изменений, может быть, и надо об этом помнить, у всех очень разные реакции, вплоть до аллергии крапивниц, например, то есть, особенно пользуясь вы все какими-то в основном другого пути нет, действительно, это, конечно же, такой, как у нас принято называть это андеграунд, да, поэтому будьте готовы к тому, что может произойти с кожей все, что угодно, и нужно просто симптоматически, как правило, вовремя среагировать или иногда поменять фирму. Снижение уровня липпортеидов и высокой плотности, это со стороны они пишут эндокринной системы, метаболических нарушений, я бы сказал, что вообще гиперхолестеринами, дизлепидами, вот вообще то, с чем мы боремся на курсе всегда, то, что мы начинаем пролечивать практически с начала курса и заканчиваем пролечивать, не заканчиваем, я бы даже так сказал, пролечивать просто на фоне того, что человек то делает ПКТ, то заходит на новый курс и у него всегда будут проблемы с холестерином, всегда нужно работать с холестерином, то есть так или иначе при помощи БАДов или при помощи препаратов в зависимости от степени выраженности соответственно дизлепидамии, гиперхолестериномии и так далее, если длительно работать, можно потом уйти в относительную ремиссию для курса тестостерона. Но надо понимать, что все равно всегда будете рано или поздно к этому возвращаться. Это та же история с пресловутым эстрогеном, когда он всегда потом все равно отрастает рано или поздно эстроген. Здесь вот то же самое, поэтому гиперхолестериномии это то, что постоянно забывают и то, что делать надо очень-очень ну, как бы всегда, в любом случае, при любом раскладе ухаживать за своим липидным профилем. Вот назовем это так. Значит, гипоколемия, значит, особенно у спортсменов, спортсмены, будьте внимательны, гипоколемия, и кто постарше вспомнит, соответственно, назначение пресловутого аспаркама спортсменом и так далее, особенно кто на курсе, кто еще постарше, может быть, вспомнит калия ротат. Вот, соответственно, это вот вся та же самая история. Другое дело, что действительно здесь есть гиперкалемия, состояние риска, если его переесть или если нарушить электролитный баланс каким-либо образом, соответственно, как я говорил, просто берете какую-то таблетку, в которой запихано все подряд, ну, комплексную, да, витаминку, выпиваете, а потом пытаетесь угадать, что же с вашим метаболизмом произошло. Веселое, рандомное мероприятие. Предлагаю вам не играть в такую русскую рулетку, пить просто все по отдельности с контролем на анализе. Повышение уровня ТТГ, ну, у тех, у кого есть, я бы так сказал, все-таки, какие-то генетические особенности, склонности к, соответственно, гипотериозу или дефицитных товарищей наших. Опять же, действительно, я очень часто людей проверяю на витамины, микроэлементы и часто в видео говорю, что если вы зайдете в дефицит, неважно, идет селен или там железо, все что угодно, то будет куча проблем. И анболические стероиды вам в этом не помогут. Анболические стероиды, это условно то, что ваш организм заставляет быстрее ехать, назовем это так, но заливать бензин в бак необходимо, а так как у нас, грубо говоря, видов этого бензина разного много, да, там, начиная от витаминов, ингрегментов, заканчивая белками, аминокислотами, вот и приходится, так скажем, много что есть. Но если переесть что-то, напоминаю, то тоже будет нехорошо. Для того, чтобы, соответственно, все было хорошо, сдаются анализы, чтобы понять, что пить, а что не пить. Ну, снижение либидо. Снижение либидо на фоне неправильного администрирования анаболических стероидов может быть. Если вы правильно администрируете анаболические стероиды, сдаете анализы, в общем, ведете полный уход за собой, никогда у вас не будет снижения либидо. Тоже касается следующего пункта геникомастии, грамотное администрирование, приливы, это у женщин. То же самое, грамотное администрирование, никаких приливов не будет. Увеличение массы тела. Ну, мне кажется, большинство здесь к этому и стремится в плане мышечной массы. Со стороны ЖКТ снижение аппетита. Ну, такое бывает. Это, как правило, сочетается уже с тем, что мы говорили, да, больше в сторону, когда пациент смотрит больше в сторону психиатрии и нарушений ЦНС, то, конечно, там вот как раз и идут нарушения аппетита. Обычно аппетит все-таки повышается в большинстве, там, 94% до людей повышается аппетит. Значит, тошнота, то же самое, туда же, данное утверждение, ЦНС-психиатрия, диарея. Это скорее при пероральных формах тестостерона, вот тут, если ЖКТ раздолбан, тут прям запросто. Значит, что еще тут? Желудочно-кишечные кровотечения, значит, тоже при наличии сопутствующих заболеваний, только повышение аппетита, ну, боли в животе. Ну, в общем-то, здесь вот все, что со стороны ЖКТ, я бы назвал это так. Это при стойких изменениях ЖКТ, каких-либо, то есть, в анализе мы должны сопутствующие заболевания иметь очень серьезные, выраженные, чтобы выше перечисленное все это дело увидеть. Со стороны мочеполовой системы атрофии яичек, ну, это понятно, да, как это работает, только выше обсуждали про ЛГФСГ, первичный, вторичный гипогонадодизм. Заболевания предстательной железы обсудили в начале, значит, гипогонадодизм обсудили, носталгия, но больше, соответственно, тоже неправильное администрирование простатит, тоже про неправильное администрирование инфекции мочевыводящих путей, это на фоне тоже неправильного администрирования простатитов и прочее. Дизурия, значит, неправильное администрирование, сейчас я вам так прочитаю здесь быстренько, ну, в общем-то, здесь ничего со стороны мочеполовой системы больше интересного нет, гематологически, онкологические нарушения анемия вот и анемия помните да с одной стороны стероиды увеличивает как вот синтезирование железа если очень просто говорить с другой стороны если у вас этого железа в целом не откуда брать вот он пожалуйста анемии к примеру железо дефицитный полицитамия карцинома простаты ну запросто вот так далее значит со стороны печени повышение уровня билирубина но об этом мы очень много говорили кто смотрит мои выпуски я постоянно говорю что билирубин там соответственно и вообще желчи все это связано и что нужно увеличивать объем желчи вот поэтому соответственно чтобы печень была здоровая мы должны постоянно работать с желчооттоком со стороны почек повышение креатинина сыворотки здесь это будет коррелироваться еще с употребляемыми вами белками поэтому если вы такой вот на сушке или спортсмен фанат видите там три четыре грамма белка на килограмм тела то конечно креатинин надо проверять если у вас такого нет то креатинин не надо проверять также повышение креатинина может быть у больных сахарным диабетом какими-то латентными формами сахарного диабета просто с повышенной глюкозой и соединением его с анаболическими стероидами тоже надо следить за креатинином но хотя бы пару раз замедлить нет замерить нет ли каких-либо изменений значит со стороны не на мышечной и скелетной системы более в спине обсудили cns как это может происходить до мелги и боли в конечностях повышение уровня к в образце крови остыни аномальный рост костей гемора трос значит что наиболее выражено почему мелги и так далее так вот сейчас я вам быстренько зафиксирую и дальше поедем это в сторону опять же метаболических процессов мышцах а что такое самое главное метаболические процессы в мышцах ну во первых надо понять что это опять же в сторону центральной нервной системы мы смотрим все это дело взаимодействие центральной нервной системы и мышц мышца завязана на работе электролитов и электролитов наших любимых и здесь если вы неправильно этот процесс администрируете то как бы данные все данные утверждения могут быть вполне себе справедливы то есть о чем я подчеркиваю почему вот эти моменты где неправильно администрирование то есть наличие даже этих симптомов у вас не кого без даже курсом больший стероида не говорит о том что это анаболические стероиды вот такие плохие или там на курсе анаболических стероидов если у вас там милки и вылезла да это не говорит что это вот конкретно препарат Это говорит о том, что вы его неверно администрируете. Помните, как в том анекдоте. Вы не любите детей, вы просто не умеете их готовить. Значит, ну, про местные реакции, шишки, синяки, абсцессы вы понимаете, да? Вот так, дорогие друзья. Напоминаю еще раз, что гиперхолестериномия это наше все. На курсе анаболических стероидов и при использовании тестостерона. А мы переходим к метану. Итак, дорогие друзья, мне очень часто говорят, что метан безвредный. Хотя, в общем-то, там какой-то хороший препарат, что без него ни в коем случае нельзя набрать мышечную массу. Естественно, непонятно, кто это говорит, потому что, повторюсь, у меня есть, допустим, соревновательный опыт и в бодибилдинге и в пауэрлифтинге, помимо медицинского образования. И, в общем-то, я не вижу форму людей, которые набирают на метане, которые говорят, что они там что-то набрали. Дело в том, что вот эти вот килограммы, которые вы набираете на метане, ну, это все говняные килограммы. Это все лишняя жидкость. И что-то там, когда человек кричит, какие-то цифры приводят, что он супернаборщик на метане. Эти люди, как правило, советчики, прям такие советчики, всем навязывают применение этого препарата. Однако сейчас вот я хочу с вами прочитать и зафиксировать, что ладно, Андрей, допустим, шокен, чемпион мира, в принципе, ничего хорошего в метане не видит. Сергей Попов, более молодой чемпион тоже России и мира, и что хочешь, еще и по пауэрлифтингу, тоже ничего хорошего и необходимого в метане не видит. Вполне есть возможности его замены на огромный спектр других анаболических препаратов. Это если мы с точки зрения спорта рассматриваем. С точки зрения медицины давно им не пользуются, нахрен он не нужен, могу сказать, как эндокринолог. Вот. Поэтому, дорогие друзья, в общем-то, непонятно, непонятно, откуда вы берете, скорее всего, из собственной шизы эту информацию. Вот давайте почитаем. Значит, побочные действия вещества, метан, диенон. Со стороны ЖКТ диспепсические явления. Тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Действительно, так очень быстро вообще нарушает работу ЖКТ и печени. Нарушение функции печени. Второе, видите как. Желтуха. Вот. И здесь у вас все будет портиться, начиная от желчи и оттока. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Значит, нарушение кроветворения гомеостаза. Гипокоагуляционные состояния со склонностью к кровотечениям. Лейкомный, лейкемоидный синдром. Ну, то есть, это типа именно по типу лейкоза, но, видимо, не истинный лейкоз, а вот именно в виде синдрома. Вот. Железодефицитная анемия. Ну, он действительно реализует железо неплохо, но, короче говоря, здесь вот анемия, это не совсем, конечно, прям то, что наступит, то, чего следует бояться, потому что вышеперечисленные нарушения, очень ярко выраженные функции печени. И, возможно, произойдет такое, что вылетит быстрее ЖКТ и печень, чем наступит просто анемия. Просто не успеет. Не успеет он так, так скажем, продействовать. Хотя, ну, конечно, если вы с анемией заходите на курс метандинона, и вы, допустим, не сдавали же ферритин и железо-сывороточное, то, конечно, анемия наступит очень быстро. Или, если у вас есть геморроидальные проявления, помните об этом, поели метандинон, ушли в дефицит по железу. Опять же, не обязательно, что те прям заметят, многие пожизненно живут с железодефицитной анемией такой латентной. Но, в общем-то, для организма, вот сами понимаете, это не очень полезненько. Ну, тема анемии, она у меня была на канале, и потери железа сейчас не буду в это углубляться. Ну, в общем, в целом это нехорошо. И как готовиться, допустим, к сушке, к соревнованиям, непонятно. И как прогрессировать по силовым, если вы пауэрлитер, тоже непонятно с анемией с той же. Прогрессивный артеросклероз, увеличение концентрации липпортеидов низкой плотности, липпортеидов высокой плотности. Здесь, наверное, нужно вспомнить то, о чем мы говорили. Это одна группа препаратов, да, и вот до этого мы тестерона смотрели, что такая побочка есть, и есть у метандинона такая побочка. Но здесь момент такой, что метандинона, гиперхолестериномия, на фоне того, что он еще бьет по остальным функциям печени, более выраженные периферические отеки, более выраженные у метандинона, чем у классического тестерона. То есть вы очень сильно отекаете. С этим связан псевдонабор массы у псевдокачков. Соответственно, лучше, ну, допустим, я прям снимал на себе, вам показал, хотя я даже метан не ел, но все равно. То есть вы можете увидеть, что такое грязная масса в том виде, когда я набирал 12 килограмм за месяц. И вы можете увидеть меня сейчас. То есть и разница, в принципе, там 8 килограмм всего. То есть на выходе я весил 98, вот сейчас я вешу 90, я как-то уравнял эту мышечную массу. Может быть, конечно, потом я вот отеку. Я уже сейчас начинаю немножко набирать, все-таки зимой хочется набирать на массе, поселить. Но смысл в чем? Даже когда вы отекаете из-за увеличения колоража, из-за, соответственно, там каких-то побочек, не связанных с символическими стероидами, это уже вас визуально портит. Если вы поедите метана достаточно долго, вы, ну, просто сначала очень сильно отечете, конечно, там в каком-то худи, вот этих объемных вещах вы будете выглядеть здоровым мужиком. Но это тот же самый эффект, что и у жирных. Но только в отличие от того, что когда вы приведем метанзином, закончите, как минимум 50% жидкости сливается. Что там на выходе остается непонятно, потому что потом, как правило, у людей развиваются вторичные проблемы с ЖКТ, с чем-то еще. И рано или поздно его здоровье подкашивает, и он просто теряет даже ту мышечную массу, которую он набрал. Может быть, даже он хорошо набрал. Предположим, предположим, были заявления, значит, моего одного комментатора, он утверждал, что он 20 килограммов мышечной массы набрал за 3 месяца. Предположим, он такое сделал. Пишите в комментариях, кто вообще когда-нибудь такое видел. На метане соло. Я в это не верю, конечно, но как бы вот человек утверждает. Значит, и даже если он набрал эти 20 килограммов мышечной массы на метане соло за 3 месяца, значит, 50% по-любому должна отвалиться на этот эффект метана. Кто когда-нибудь пробовал метан, меня поймет. Там остается 10 килограмм, условно. И из-за того, что за эти 3 месяца прожирания метана, значит, дозировки там должны быть достаточно высокие. В комментарии они не приводились. Вот, значит, теоретически, ну, чтобы набрать, нужно же, ну, очень много нужно же дозировку повысить. То есть, соответственно, вылетит у вас печень ЖКТ рано или поздно. И это еще срубит с этих 10 килограмм, там, допустим, 5 килограмм. И в итоге у вас остается всего 5 килограмм массы какой-то, плюс там, ну, огромный спектр метаболических нарушений. Ну, вот примерно такая логика. Даже если предположить, что человек набрал 20. Далее, при длительной терапии гепатонекроз, темный калор, рвота, с примесью крови, головная боль, чувство дискомфорта, нарушение дыхания. Ну, гепатонекроз у вас, соответственно, может быть тоже при каких-либо, скорее, все-таки сопутствующих заболеваниях. Все-таки это редкость. Гепатоцеллюлярная карцинома. Опять же, генетическая предрасположенность к карциному должна быть. Но вот если она есть, то избежать этого события будет очень сложно при длительных курсах. Печеночная пурпура, темная моча, обесцвечивание кала, крапивница, точные или макулезные геморрагические высыпания на коже из слизистых оболочек, форингит или ангина. Клестатический гепатит, значит, повышение секреции сальных желез, озноб, повышение или снижение либидо, диарея. Ну, в общем-то, тут все идет через ЖКТ при длительном употреблении. То, что я вам все, в общем-то, перечислил. Ну, у женщин увеличение клитора, это вполне, так скажем, ожидаемо. Это у всех, значит, анаболических стероидах. Угнетение центральной нервной системы, тошнота рвота, снова дублируется. У мужчин в вертатный период проявления избыточной андрогенности, но это понятно. Ну, тут дальше все пишет. Такое. У пожилого возраста гиперплазия или карцинома предстательной железы. Ну, я бы больше боялся карцином. У всех, соответственно, если есть в анамнезе отягощенный анамнез, да, родственники прямые там с карциномами и так далее. Вот вам, пожалуйста, в общем-то, официальная инструкция нашего РЛС-справочника. Это я о том, что не самая лучшая идея использовать метандином. Метандином – это я о том, что вот почему я его люблю заменять другими препаратами, например, балденоном. Сейчас дальше обсудим про балденон. И не вижу никакого смысла в применении метандинона, потому что он, ну, очень проблемный. Его очень сложно администрировать. И самое главное, он дает побочки. И получается, что количество вот этих вот побочных эффектов, оно зачастую превышает тот профит, который вы получили от метандинона. Уже, соответственно, аналог другой метана и туринобол. И здесь надо сказать, что та же матрена, только в другом сарафане. Да, он выраженно увеличивает силовые показатели. Да, не задерживает жидкость. Да, вызывает сухой набор массы. Но проблемы с ЖКТ возможны. Проблемы с тем, что препарат выраженно токсичен. И возникает вопрос, зачем, если у нас есть более современные, ну, условно, да, насколько здесь вообще применимо слово современный, есть более выгодные аналоги. Зачем применять, соответственно, заведомо крайний токсичный препарат для вас? Ну, за исключением могут быть только силовики. На какой-то короткий период ему нужно выйти на пиксилы. Ну, вот это вот, пожалуй, все. В большинстве случаев это просто, ну, как вам сказать, да, нет проблем с отеками. Еще раз повторюсь, и многие такие любители туринобола, они такие, главное не отекаешь, главное не отекаешь. Ну, ребят, мы же не можем только заострить внимание только на одном побочном эффекте. И здесь, повторюсь, гиперхолестериномия очень выраженная, с ней сложно бороться. Откат есть, выраженный. И самое, что проблема, вы не сможете длительно применять этот препарат, да, относительно длительно. И потому, ну, то есть, как вы, конечно, все можете, но побочки тогда будут нарастать, нарастать. И это просто неудобно. Поэтому, соответственно, туринобол, это тоже выбор студента, как метана. Где-то что-то прочитал, дядя Вася подсказал. И, соответственно, это просто, ну, невыгодно. Люди откатываются. Под силовым тоже люди откатываются. Не сильно, не так, как у метана, повторюсь. Но и набор там не такой, как с метаной. Вызывает вопрос, зачем? Вызывает вопрос, там, почему там не тот же балденон, например. Если вы экономите, так вообще гормоновзместительная терапия, штука дорогая, потому что самое дорогое здесь не препараты, а своевременная сдача анализов, иногда походы к врачу, еще что-то. Ну, то есть, здесь полно всего дорогого. Бодибилдинг – это в целом дорого. Здесь только пожрать очень дорого, потому что аппетит у вас увеличивается в разы. Поэтому там лишнюю тысячу рублей, вы там даже хоть пять тысяч рублей сэкономите. Это не принесет никакой масштабной разницы в ваших финансах. А вот потом будете пролечивать, закупаться там условным гиптралом чем-то еще, чтобы пролечиваться. Вот это вот, соответственно, потратит те же самые лишние тысячи рублей, которые вы якобы сэкономили, купив Туринабол или метан. Ну и вот, в общем-то, Балденон. Как классит легенда, люди синтезировали его благодаря основной формуле метана. И не знаю, как там синтетика происходила, ну то есть, как там люди работали, да, там как это все на молекулярном смысле. По факту, действительно, он очень похож на метан. В плане каком? Рост силовых, рост мышечной массы достаточно выражено. Задержки жидкости какой-то выраженной нет. Есть люди, кто замечает, что якобы слегка с него отекает. Напишите, к каким категории людей относитесь. Есть люди, кто утверждает, что их чуть-чуть даже сливает. Может быть, сливает за счет предположительного антиэстрогенового эффекта. Непонятно. Пока непонятно. Очень мало официальных данных. Все равно по анаболическим стеродам мы за этим следим. Но могу сказать, что, в общем, движение жидкости в гипо- или гиперсторону здесь не выражено. И поэтому мы не можем, соответственно, как-то его ругать. С другой стороны, у нас в инструкции есть официальные данные, что все-таки у него диуретический эффект. И я склонен относиться все-таки к нему как к препарату, который, ну, так или иначе, но, по крайней мере, не задерживает жидкость. Не встречались источники обалденония, что вот он обладает диуретическим эффектом. Ну, опять же, тут все зависит от множества партерных данных, от анамнеза пациента. Потому что, да, мы вспоминаем, постоянно об этом обговариваем, что у всех все разное. Там, от генов до элементарного, соответственно, нейтролитного баланса. Все разное. Но самое главное, для нас, что здесь? Для обывателя, для простого, что можно зафиксировать? Вы получите те же эффекты, как от торинобола и метана. При этом, для печени он не токсичен, какого-то специального администрирования не требует, эстрогены, как минимум, ну, уж точно не наращивает, с пролактином у вас проблем не будет. В теории, не должно быть проблем с дегидротестероном, но на своей клинической практике я могу сказать, что то ли подделывают его, делают как-то, ну, то есть какая-то другая формула используется или что-то еще. По факту, бывают проблемы с дегидротестероном. По остальным другим анализам, я смотрел все вплоть до прогестерона и очень давно администрирую балденон, никаких других проблем это не возникает. Но дегидротестерон действительно на балденоне нужно смотреть, хотя мне встречались источники, что якобы он действует обосредовательно, якобы, соответственно, здесь таких проблем нет. Но мы видим даже рост ПСА, я видел однажды, поэтому лучше, как говорится, перебдеть. Вот с этими официальными источниками бывает здесь проблема, потому что, ну, официальные источники это все равно очень хорошие, но, так скажем, все-таки сайты, это не папмед, например. А на папмеде я не встречал такой какой-то конкретной информации по балденону. Ну, если вы захотите расширенный выпуск с исследованиями балденона, можно мне заново все загуглить, посмотреть, может, новенькое что-то вышло. Вы, да, об этом должны написать в комментариях. Так как выпуск затягивается, и вообще мы с вами договорились, что это все-таки некий краткий обзор на анаболические стероиды, на их побочные эффекты. Вот сейчас мы, соответственно, плюсы балденона сравнили, мы не можем не сказать про побочные эффекты. Какой самый выраженный побочный эффект у, соответственно, балденона? Такой же, как и у нандролон-деканаата. И сейчас в следующем мы будем говорить про нандролон-деканаат. И нужно об этом помнить, и особенно об этом побочном эффекте нужно помнить, если вы решили объединить одно с другим. Если вы решили уколоться и нандролон-деканаатом и балденоном, естественно, побочный эффект будет в два раза выше. В общем, побочный эффект связан с увеличением объема крови общего и гиперэлитроцитоз, то есть большое количество элитроцитов. Да, при этом может быть повышен гематокрит, но это не истинная гиперкоагуляция, то есть каулограмма может быть у вас вполне себе в порядке, причем и в некоторых инструкциях, если я не ошибаюсь, у Видаля или в РЛС, можно найти, что даже у, допустим, нандролона вообще гиперкоагуляционный эффект, якобы. Но у балденона такого эффекта, конечно, нет гиперкоагуляционного, но он к гиперкоагуляции ярко истинно не ведет. Он ведет именно к наращиванию количества именно элитроцитов. И за счет элитроцитов может повышаться гематокрит и быть, в принципе, похожая симптоматика с кровотечениями, как и при гиперкоагуляции. Ну, считалось раньше, исключительно качками, естественно, что якобы надо сливать кровь. Но мы все помним, соответственно, подвиг Турчинского про сливание крови, также, соответственно, других безумно уважаемых спортсменов. Но, к сожалению, если вы загуглите, изучите, попробуйте изучить их анамнез, вы увидите, что те бодибилдеры, которые, соответственно, занимались плазмоферезом или, соответственно, напрямую сливали кровь, они, к сожалению, у нас умерли. Вот у всех умерших бодибилдеров есть эта процедура в анамнезе. Это первое, что меня настораживает. Второе, что меня настораживает, мы не можем тогда предсказывать реологию крови. Там все, ну, соответственно, сумасшедшим образом анаболики все меняют, слив крови тоже все меняет, и вам никто никогда не скажет, потому что это никогда не изучалось. Если бы, ну, это была тема не полузапретная, то это могли официально изучать, допустим, плазмоферез, к примеру, или какой-то другой вариант вмешательства в реологию крови. И там сочетание с, допустим, приемом того же Балденона, к примеру. А так это не изучалось. И как бы вы здесь с точки зрения биохимии пытаетесь разогнаться и замедлиться одновременно. Поэтому если у вас, ну, мы общий анализ очень часто можем сдавать. Вот вы начали прием Балденона, вы раньше его не принимали. Проще всего в течение каждой недели отслеживать элитроциты, если вы видите, что они системно растут. И когда они уже покидают совсем чат, вы просто вовремя остановитесь, отмените препарат, хотя бы Балденон. И проблем не будет. Вы даже можете потом на него зайти, может быть, более мелкой дозировки, и этих проблем избежать. Вот. Там отладить, соответственно, какие другие моменты, может быть. То есть, ну, какие, например, я не знаю, там, если, в принципе, гиперэлитроцитоз, вы ничего не сделаете, антикоагулянты вам не помогут, у вас общий объем крови увеличен. Но отладить, наверное, можно только вот, если так хорошо подумать, поменять Балденон еще на что-то, если это ярко выражено. Если это сильно не выражено, просто курсами использовать препарат, вот и все. А курс должен заканчиваться не потому, что дядя Вася сказал, три месяца, три недели, там, условно, сколько-то еще. Эта цифра будет у всех разная до тех пор, пока у вас гиперэлитроцитоза не настанет. Если он не настает, хорошо. Если ДГТ в порядке, хорошо. То есть, все дальше его можете использовать. Для многих людей этот препарат очень легко администрируется, переносится вообще прям замечательно, и они достаточно длительно его могут использовать. Безвредным он не является. Те побочные эффекты, которые мы с вами обсудили в самом начале, я говорил, что они присущи в большинстве андрогенов, здесь, в принципе, тоже есть базовые какие-то, да, ну, хотя бы там снижение ЛГФСГ, повышение лип-протеидов низкой плотности есть. Кому интересно, смотрите мои выпуски, мы читали учебник врача про холестерин и так далее. Значит, все это есть, все эти проблемы базовые есть, мы с ними сталкиваемся, но все равно из-за того, что печень не грузится, уже все равно это не так ярко происходит, как с туриноболом и метаном. В общем-то, смысл такой по балденому. Дорогие друзья, так как я уже читал инструкцию на андролон до каната, я ее не буду повторно зачитывать, напоминаю, что это я делаю некий обзор, некую подборку, да, анаболических стероидов, просто может быть, чтобы вы для себя делали выбор и, ну, понимали уже, допустим, если вам понравился андролон, к примеру, в описании, вы уже подробнее там, или это стерон какой-то, вы уже подробнее можете найти информацию на канале и посмотреть. А если вы, к примеру, знаете, что у вас и так в общем анализе всегда гиперэлектроцитоз, вы можете эти препараты, ну, на нее смотреть, смотреть в сторону каких-то других препаратов, в продолжении мы, конечно, будем все и дальше снимать, дорогие друзья. Сейчас коротко про андролон. Подумайте, какие вопросы вы бы хотели задать в комментариях, это очень важно, и подумайте, какие препараты вам нравятся, какие препараты могут попасть следующими на обзор. Мы будем про них говорить и в особенности, конечно, говорить о побочных эффектах. Касательно побочных эффектов. Нандролон, Декнат, ну, пролактин и страдиол, наверное, оскомину набил у всех на языке, гиперэлектроцитоз. Это все то же самое. Вот все, что я сейчас сказал про балдинон, помните гиперэлектроцитоз? Вот то же самое. При нандролоне может быть. Ну, насколько это будет выражено, тоже зависит от генетики, множества факторов, реологии крови и так далее. Отеки, задержка жидкости и, соответственно, негативное влияние вообще на работу почек, если это говорить очень коротко. Поэтому людям с заболеванием почек я бы не стал советовать нандролон, Декнат. Людям с гипернатриемией, если у человека в анамнезе, гипертония, то при гипертонии тоже, естественно, мы не используем нандролон, Декнат. Либо и очень сильно махрово ее компенсируем. Но, как я вам говорил, очень сложно работать с кардиологией на курсе анаболических стероидов. И нужно пытаться всеми путями сделать так, чтобы вы этой кардиологии не касались. Поэтому, если вы кардиологически скомпенсированный, больной, декомпенсированный точнее, допустим, препаратами какими-то, наблюдайте у кардиолога. Ну уж точно не надо обострять это состояние приема нандролон Декната. Потому что, ну, опять же, повторюсь, есть и другие препараты, которыми вы можете, так скажем, баловаться, пускай и с риском тоже, но уже с гораздо меньшим. Соответственно, побочный эффект по росту лип-протеидов низкой плотности, плохого холестерина, по, соответственно, изменению электролитного баланса. Ну, соответственно, все есть. Это, если коротко, я вам перечислил, соответственно, плюсы, минусы нандролон Декната. Еще напомню из плюсов, что, конечно же, это регенерация, это снижение воспалительных процессов. Да, безусловно, это все работает. Это не миф, это подтверждено пациентами. На стадии реабилитации это работает лучше, чем классические формы тестостерона, так как вспоминаем, что сама формула нандролон Декната, вот это вот 16, но ростерон, в общем, сейчас я вам на память, просто так не скажу эту формулу, я не химик. Интересно загуглите. Суть какая, что это именно у беременных женщин, ну, изначально при изучении беременных женщин синтезировалось, это не совершенно другой вид тестостерона, вот совершенно, он прям очень сильно отличается, вот, все нандролоны, неважно, может быть, там, вы не Декнат используете, но важно понимать, что у него очень, очень позитивное явление по поводу снижения воспалительных процессов и по поводу вот регенерации. Набрать можно тоже с ним очень хорошо. Откатик есть из-за воды, но не сильный откат, это уже не метан. В общем-то, в принципе, с ним бы было все нормально, если бы его не было тяжело администрировать по гипернатриемии, гиперприлактинамии, гиперэстрогенамии, вот, и литрацитоз, в принципе, если его не соединять с болганоном, он не выраженный, у большинства пациентов жалоб по изменению коагуляции не наблюдается, ну, ярких каких-то. Опять же, в случае, если они его не соединяют там с какими-то другими препаратами, в общем, это, допустим, курс там на дровом декнат и тестостронцепионат, к примеру, вот, то все администрирование, все, оно упирается в основном в гипернатриемию, в изменение, соответственно, мониторинг, изменения липидного профиля в эстрадиол и пролактин. Вот, все, не очень, я согласен с чемпионом мира Андреем Шокином, когда он в интервью своем здесь на канале говорил, что ему не нравится термин докодик, ну, вот, мне тоже не нравится, и, в принципе, тут тоже вопрос об администрировании, то есть, те, кто говорят там про нарушение либидо и прочего. Если вы правильно администрировали препарат, если у вас не было повышения пролактина и эстрадиола, нет, не вызывает он дифференцированно этих проблем, таких исследований вы не найдете. Если вы, конечно, что-то найдете, что он дифференцированно выбивает там, какие-нибудь там дофаминовые связи, еще что-то, ну, вы мне, конечно, пишите, но в целом это бред, то есть, если вы правильно администрируете препарат, все будет хорошо. Другое дело, что у вас изначально могут быть проблемы с лебедо или эрективной функцией, и мы не знаем, почему, да, ну, то есть, мы же так вот просто фантазируем, вот, мы не знаем анамнез пациента, поэтому, естественно, вообще употребление всех анаболических стероидов, эта штука крайне вредная, и если вы не знали, вы не до конца дообследовались, и у вас есть онкология, а вы об этом не знаете, у вас есть любые другие заболевания, риск, что они обострятся, очень высокий, поэтому тут надо 10 раз подумать, но если ничего такого нет, то в основном надо обращать внимание вот на это, если вы новичок, то коагуляцию, каулограмму номером 3, значит, обязательно сдавать, коагуляцию обязательно сдавать, несмотря на то, что, да, про каких-то ярких проблем нет, но из-за того, что мы не знаем, ваш анамнез, мы не знаем, как реагирует ваш, соответственно, ваш коагуляция крови, какая у вас изначально, надо сдавать, еще раз повторюсь, что гематокрит мы смотрим только в парадигме, если у вас есть полная кулограмма, гематокрит как самостоятельный анализ мы не рассматриваем никогда, это профанация, никто так из врачей не делает, все смотрят кулограмму, все смотрят элитроциты, в общем, просто один гематокрит, чтобы вы в него впялились, смотрели, вы не смотрите, вы все равно смотрите все вместе, даже тот же общий анализ он на то же и общий, там много общих данных, которые нужно между собой все сопоставить и принять решение, нарушения в коагуляции у вас идут или в объеме крови, но легче всего и проще сделать это дополнительно, доздав кулограмму, в принципе, достаточно дешевый анализ на данный момент, не самый дорогой, который можно сдавать, вот, также помните о том, что, естественно, железо он будет тоже реализовывать, и вообще, все анаболические стероиды, да, мы об этом в начале говорили, реализовывают, в общем-то, все что угодно, да, аминокислоты, соответственно, у вас быстрее горят, ну, как вот дом строится, стройматериалы расходуются, так же и здесь, поэтому не забывайте время от времени не просто набумпить витамины, как я говорил, а сначала продавать, находить дефициты метролитов, микроэлементов, витаминов, минералов, не знаю, аминокислот, что хотите, вот, и, ну, как вот, допустим, понять, 2 грамма белка для вас много или мало на курсе тестостерона, сдать общий белок, вот, элементарно, не рассуждать на тему, Вася Пупкин из 7-го подъезда, здоровый качок, ест там 5 грамм белка на килограмм тела, я тоже так буду, а сдать белок и, пользуясь собственной цифрой белка, регулировать его с помощью анализа, вот, также по углеводам, смотреть собственную глюкозу и, соответственно, прибавлять или убавлять углеводы, потому что, если вы с ними переборщите, ну, как бы на курсе, можно и диабет заработать, не потому что анаболички и стероиды плохие, а потому что они увеличивают аппетит, вот, особенно, кстати, на некоторых так действует на драунда кнат, поэтому будьте аккуратны. Дорогие друзья, я буду вам признателен, если вы будете писать больше комментариев, больше подписываться на канал, не забывайте, что от ваших комментариев зависят выпуски на канале, зависят прямые эфиры, ну, в общем-то, все зависит от вашей активности, тематика на канале, она зависит от вашей тоже активности, вот, смотрите, выпуски более точные, то есть, здесь мы философствовали и рассуждали, делали некий обзор на препараты, пишите, если вам понравился данный формат видеоролика, будет продолжение, но я уже больше часа не буду видео делать, я не знаю, как вы вообще будете досматривать его или нет до конца, поэтому пока так, пока пробно, но, естественно, мы можем продолжить данную рубрику, и видите, какие-то моменты, детали я подмечаю, которые, может быть, не вошли в основные обзоры препаратов, но там именно в основных обзорах препаратов главные списки анализов, которые нужно сдавать, то есть, вы можете всю эту тему изучить бесплатно, просто на канале зайти, анализы вам написаны, сегодня про побочки с вами поговорили более широко, и вот, понимаете, так потихонечку, потихонечку, если вы все закомпенсифицируете куда-то себе в тетрадку, у вас, собственно, картинка соберется с пониманием, как это работает, на самом деле, это не сложно, просто здесь надо думать логично и не верить Васю Пупкину, потому что он сказал, знаешь, мне вот там помогло, и тебе поможет набрать миллион тысяч килограмм, будешь, как я, кучок, ешь метан, то есть, ну, надо как-то думать, надо думать, анализировать данные, которые у вас есть, научные, потому что, ну, сейчас реально они есть, хотел я больше источников вам предоставить, хотел сделать папмед, кому интересно, пишите, какие-нибудь исследования с папмеда выложить и так далее, но вы знаете, выпуск затянулся, и я просто не могу впихнуть невпихуемое, и то, что я сейчас обговорил, это базовая база, и у нас получилось больше часа видео, ну, куда еще, если здесь исследования читать, ну, прям вообще нереально как-то получится два часа, наверное, хотя, если кого-то устроит выпуск два часа, ну, конечно, пишите мне в комментариях, я бы делал двухчасовые выпуски, что мне жалко, что ли, я могу долго болтать, долго читать, вот, поэтому обо всем о таком пишите мне в комментариях, я жду, соответственно, ваши лайки, делитесь с друзьями видосами, все это помогает развивать канал, ваша активность помогает развивать канал, также для особо любопытных, я напоминаю, что есть платные онлайн консультации, они рассчитаны на ведение целый месяц, то есть, помимо того, что мы по видео созваниваемся, с вами по аудио созваниваемся, мы еще целый месяц общаемся в переписке, поэтому для желающих пообщаться, соответственно, милости просим на все вопросы, на которые только смогу ответить, я обязательно вам отвечу, вот, соответственно, еще раз говорю, предлагайте любые темы выпусков, там понравилась сексология, я смотрю, достаточно много просмотров было, пишите, будем говорить с вами о сексологии, нравятся анаболические стероиды, будем говорить про них, в принципе, пока сильно на нас не наседают, мы можем с вами говорить о чем угодно, было бы желание, так что, спасибо за то, что слушали, спасибо тем, кто дошел вот до этого этапа, час с лишним, вы слушали меня, я безумно вам признателен, мне очень приятно, что больше стало просмотров на канале, мне больше очень приятно за вашу активность в виде просмотров, я вам признателен, но, однако, я вас призываю все-таки больше писать комментарии, в комментариях не хватает, ну что же, подписывайтесь на канал, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!